Итак, я только что дала ребенка в садик, и попробуем сейчас тихонечко показать вам, что здесь происходит, и как здесь все устроено в Балийском детском саду. Мы видим аутентичное здание, и это садик, да, это садик. Ну, вот именно это храм садика, я так понимаю, это офис, где сидит администратор. Дальше у нас есть основной вход, а вот это игровая площадка группы, старший, потому что нас туда не пускают, вот, а это мы заходим, и дальше можем смотреть, вот, фотографируемся, например, детишки. Вот, за ней, видимо, сажали что-то. Это все относится больше к старшим группам, конечно. Вот так выглядит садик, и вот так выглядит основное помещение, в котором занимается мой ребенок. Очень сильно надеюсь, что сейчас он меня не увидит. А, да, всех детей распустили по группам. Это вот наша группа, там наша группа, там мой Миша за этой дверью. Но я не буду показываться, сниму еще одно видео, которое будем собирать. А, значит, может быть, кому-то интересно, как здесь устроен туалет. Ну, вот так, перевернуто все, потому что получается один туалет, один горшок и одна раковина на всех. Но у них все очень хорошо организовано, в этом плане. И я видела, как они моют руки, они правда всем, каждому моют руки с мылом по очереди. Потом каждому вытирают влажными сухими салфеточками. То есть все очень, в этом плане, чистенько. Алфавит поют мои детишки. Садик полностью на английском. Дети из разных стран. Игрушек достаточно. Воспитатели говорят на английском достаточно хорошо. Мне сложно сказать, какая-то претензия. Может быть, они не говорят как носители языка, но они говорят ненамного хуже меня, так скажем. Это еще одна группа. Вот, получается, тут три группы. И там еще внутренний дворик. Но внутренний дворик мы, видимо, сейчас обойдем с другой стороны. Все закрываем за собой, чтобы детишки не убежали. Это зона для ожидания родителей. Дальше. О, может пробовать в окошко заглянуть, что там делают наши дети. Ну, в общем, поют песенки, что-то показывают. И мой ребенок сидит в круге и слушает эти песенки. Дальше у нас идет внутренний дворик. Внутренний дворик для тоже трех групп. Тех самых, которые мы прям видели. А здесь у них тоже все в этих штуках от дождя, в аутентичном дизайне. По-моему, это очень мило смотрится. Или даже не знаю, как сказать, мило. Необычно, неординарно, непривычно, когда мы видим такую дверь, которая очень похожа на дверь храма. Но на самом деле в Балии везде такие двери. Со временем к этому привыкаешь и перестаешь их просто замечать. И детский лабиринтик, детские разные игрушки. Всевозможные машинки, велосипед, дикий лондон такси. Здесь у нас обувь стоит, да, мы все раздуваем, все и туда заходим. Здесь они кушают. А, ну, да, их здесь, в принципе, кормят, если ты им дашь еду с собой. Либо ее нужно заказывать. Вот, там еще, там храм. Садика должен, хотя видеть его, нет, тоже видимо. Там еще одна группа. С ребятками. И там дальше я даже ни разу не была. Там еще, похоже, детская площадка. Для более старших ребят, наверное. Ну, да, для более старших ребят. Вот здесь можно и побегать, и мячик, и турнички. Я бы даже сама позанималась. Честное слово. Вот такая красота. Собственно говоря, вот такой вот он балийский садик. Сейчас давайте я вас напугаю, покажу, что здесь такое. Ну, это, видимо, у них бытовое помещение. Все, вот такая красота.